МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во второй половине XIX века Россия переживала настоящий железнодорожный бум. В стране существовало более 50 частных акционерных обществ, которые занимались строительством и эксплуатацией дорог. И государство, и частные владельцы тратили огромные деньги на прокладку путей к большим городам, к богатым землям. Были и те, кто рисковал строить дороги по невыгодным направлениям. Одним из таких железнодорожных предпринимателей был Савва Иванович Мамутов. Он был человеком озаренным, человеком-энтузиастом, человеком колоссальной энергии. Ведь помимо проектирования железных дорог и строительства этих железных дорог, которые он полностью опекал, как руководитель своей железнодорожной компании, он же при этом лепил из глины, рисовал, переводил с иностранных языков произведения греческих классиков. И вот эта широта мировоззрения, широта взгляда на мир и помогала ему преодолевать все риски, все бюрократические препоны. Он не боялся рисков. Любой его замысел не только находил практическое воплощение, но и был глубоко в перспективе. Савва Мамонтов родился в 1841 году в семье тобольских купцов. Его отец Иван Федорович был одним из десяти крупнейших российских предпринимателей. Его доходы превышали 3 миллиона рублей в год. В 1859 году Иван Федорович становится главным акционером и директором общества Московской Ярославской железной дороги. Унаследовать управление дорогой должен был Савва, которому поначалу железнодорожное дело было совсем неинтересно. Он был очень романтическая натура, он был знаком с художниками, он сам брал уроки пения, он пытался ставить оперы даже в юном возрасте. В 1872 году, после того, как не стало Ивана Федоровича Мамонтова, Савва Иванович возглавляет общество Московской Ярославской железной дороги. И его захватывает это дело, начинает увлеченно изучать и железнодорожное дело, и думать о дальнейших перспективах. В качестве строителя железных дорог Савва Иванович никогда не искал легких путей. В 1876 году Мамонтов получил государственный заказ на прокладку Донецкой каменноугольной железной дороги. Десять лет за этот проект не брался ни один предприниматель, которому доверяло правительство. Заказ достался Савве Мамонтову. Он предложил построить Донецкую дорогу из самых дорогих и качественных материалов. Когда Савва Иванович строил Донецкую каменноугольную дорогу, то никто еще не знал, будет ли она доходной. И над ним смеялась вся Россия. Как было написано в одной из статей, поднялся хохот и возмущение. Действительно, Донецкий край совершенно не был еще освоен. Это была дикая скифская степень, в которой было несколько шахт и несколько заводиков. Мамонтов говорил, я строю на века ради потомков, а не ради барышей. Удивительная дальновидность предпринимателя подтвердилась всего 40 лет спустя, во время Первой мировой войны. Донецкая дорога использовалась для переброски войск на фронт. А в советское время именно эта дорога сыграла ключевую роль в развитии угольной и металлургической промышленности Донбасса. Поразительно анализировать, как он строил железные дороги. У него была своя методика. Он составлял будущую крупную железнодорожную магистраль, такой железнодорожный спрут, из целой системы ветвей, которые строились постепенно. Естественно, это оказывало самое прямое позитивное влияние на развитие данного региона. Потому что чем больше железнодорожной сети на единицу расстояние, тем, соответственно, больше эффективнее перевозки. И, соответственно, лучше и быстрее идет развитие данного края. В начале 90-х годов 19 века Савва Мамонтов стал активно продвигать идею продолжения Ярославской железной дороги до Архангельска. Предприятие должно было стать очень рискованным, ведь опыта строительства железной дороги в условиях севера тогда еще не было ни у кого в мире. Когда Мамонтов строил Московско-Ярославско-Архангельскую дорогу, то есть участок от Ярославля до Архангельска, вот эту знаменитую узкоколейную линию, то говорили об этом так в печати, что, ну, понятно, пассажирами этой железной дороги будут зайцы, лисы, волки, а грузом будет морожка, клюква. Что там еще возить по этим болотам, если от Вологды до Архангельска не было ни одного сколько-нибудь большого населенного пункта. И в некоторых случаях полотно магистрали на следующий день строители приходили и не находили его, потому что оно все оказывалось полностью в болоте. Строительство 600 километров пути от Вологды до Архангельска заняло целых 4 года. И все же Савва Мамонтов был уверен, что эта дорога нужна стране. Он не ошибся. Сейчас отрезок дороги от Вологды до Архангельска это часть северной дороги, одной из самых напряженных по пассажиропотоку дорог в стране. Если бы не рискованный шаг Саввы Ивановича Мамонтова и не титанический труд строителей этой железной дороги, трудно сказать, как бы был освоен этот регион сейчас. Благодаря Савве Мамонтову в России появилось около полутора тысяч километров железнодорожных путей. Дороги, построенные предпринимателем, сыграли неоценимую роль в истории страны. Не зря современники называли Мамонтова Саввой великолепным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова